Дорогие друзья, всем привет! Сегодня видео будет, я думаю, очень длинным, потому что у меня здесь реально ароматов очень много. Наверное, штук 18 или 19. Я буду делать обзор на Lorenzo Patalia Dome. Lorenzo мне выслал флакон, а также еще ароматы их бренда, чтобы я вас познакомила с его парфюмерией и сама также познакомилась, потому что я всего знаю несколько, ну знала, по крайней мере, несколько ароматов от этого дома. Теперь я уже со многими здесь познакомилась. У меня здесь есть также два полных флаконов. Это Cherry Ink, который мне прислал бренд, и Van Ecstasy в разных коробках. Расскажу все, почему, почему разные. В общем, все расскажу, все покажу. Давайте, наверное, все-таки начнем сначала с полных флаконов, да, потому что уже есть флакончики. Покажу вам, как они выглядят. Давайте начнем с этого знаменитого аромата, который набирает свою популярность очень быстро. Это Cherry Ink. Идет он вот в такой коробке. Это их новая упаковка. Кстати, бренд итальянский. Вот пока не забыла, давайте-ка я вам расскажу немного про бренд. Вот. Насколько я знаю, Лоренцо был шефом, и у него был свой ресторан, который был очень знаменитый. И он был знаменитый за свои карбонары пасты. Я не знаю, если сейчас он держит также этот ресторан. Возможно, он у него есть. Но теперь он стал парфюмером, как вы видите. И вот в один прекрасный день Лоренцо просто решил выпускать ароматы. Он так вдохновился, и появился его бренд. Бренд, насколько я знаю, новый. Буквально вышел пару лет назад. Ароматы очень быстро начинают набирать свою популярность. Но это, опять же, такая ниша-нишевая, которую достать, в принципе, у нас сложно. Все заказывается из Италии. У нас в Штатах я нигде не видела этих ароматов. Пробники покупала из Италии. Насколько я знаю, его сайт официальный не высылает в Америку парфюмы. Так что приходится заказывать через другие магазины, тоже итальянские, которые находятся в Италии, которые также работают с Лоренцо. Ну что, давайте поговорим про Cherry Ink. Это, вы знаете, аромат, конечно же, про вишню. Это теперь одна из любимых вишенок в моей коллекции. Вообще в парфюмерии я к вишне очень такая, знаете, вот мне всегда очень трудно найти идеальную вишню, чтобы пахло вкусно, пахло реалистично, чтобы не было лекарственности. Потому что во многих вишневых ароматах я слышу именно вот эти сиропы от кашля, которые у нас продают на каждом углу. В общем, я там слышу медицину, поэтому для меня очень трудно всегда найти хороший вишневый аромат. И этот аромат оказался вот именно то, что я искала. Пирамида у него очень богатая. Вот так выглядит флакон. Друзья, флаконы. Просто вот смотреть на эти флакончики, на картинки, на видео, это одно. А вот видеть его вживую, ощущать его, это совершенно другое. Вот так выглядит, я не знаю, стикер это или что это, но очень красиво, очень приятно. Флаконы идут по 50 миллилитров. Значит, вот так выглядит флакон. Крышка очень тяжелая, флакон стеклянный. И, знаете, я когда увидела, когда вообще услышала про этот аромат, я сразу загорелась, потому что название Cherry Ink, и здесь также есть нота чернил. Но как-то, знаете, сразу я такая, о, вот это мне надо, точно хочу послушать. Потому что я не любительница популярного Last Cherry. У меня единственный аромат с вишней, который я очень люблю, это La Petite Walk Noir, уже не раз говорила, да, от Guerlain, в оригинальной версии. И вот, в принципе, все, больше мне никакие вишни не нравились. У нас разливали этот аромат в нашей группе парфманьяков, которые любят нишу. Я уже не раз вам рассказывала про эту группу. В общем, я решила заказать пробник, влюбилась в него через пробник и сказала, что мне флакон будет нужен. Здесь просто огромное количество нот, я их все не помню, я их поставлю, конечно же, как обычно, вы посмотрите. Но, насколько я помню, здесь в нотах заявлена, конечно же, вишня, чернила, пачули, ваниль, очень-очень много всего. Но вот, вы знаете, вот даже не смотреть на ноты, не разбирать по нотам, да, это вот аромат чисто про вишню и про чернила. Вот пахнет чернила. Если вы знаете, как они пахнут, вот это именно здесь. Некоторые говорят, ой, не знаю, типа как чернила пахнут. А вот просто представьте, даже как пахнет сама ручка, да, вот там же тоже есть чернила. Вот пахнет именно так. Вишня здесь сладкая, такая, я бы сказала бы, компотная, как будто бы вишневое варенье. В общем, вишня очень сладкая. И вот эти вот чернила, мне еще также спрашивали, есть ли здесь чернила, как Mortal Skin от Stefanum Barluka. Там чернила очень такие сильные, ядреные, насыщенные, вот даже как-то в кожу отдает, как будто бы пахнет кожей, каким-то мазутом, очень такое ядреное. Нет, здесь чернила другие, все намного мягче, легче, проще. Вот я здесь слышу две ноты, говорю, сладкая вишня, сиропная, такая компотная и вот чернила. Пахнет очень круто, в базе пахнет, он запудривается, пахнет пудрово, конфетно, так как будто бы это вишневая конфета, вот что-то такое. Аромат Unisex, насколько я знаю, но я бы сказала, что он все-таки больше в женскую сторону клонит. Аромат в стиле HFC, Wrap Me in Dreams, но вот в стиле в том смысле, что вот по пудровости, вот есть вот эта вот немного пудровость такая, но аромат не тот же самый, не подумайте. Здесь вот именно чернила, понимаете, и слышно эту ноту, но аромат клевый. Вот если вы ищете вишню, я кстати видела с моей Леной, с моей зрительницей, мы с ней наконец-таки встретились, я ей дала также пробник, и она мне сказала уже, что заказала флакон. Супер классная вишня, в общем смотрите, это их новая упаковка, ароматы сейчас идут вот в такой коробочке. Мне эта упаковка нравится больше, потому что она меньше, здесь также есть магнит внизу. Ну в общем в принципе удобно, да, красиво. Давайте поговорим про следующий аромат, он идет в старой коробке, это их старая упаковка, видите, она намного больше, такая более громоздкая, занимает много места. Здесь уже нет никакого магнита, вот здесь находится флакон, видите, вот так вот. Выглядит тоже в принципе красиво, эстетично, но занимает много места, и когда достаешь флакон, то есть вот видите, это оно. Да, в общем мне нравится новая упаковка больше. В общем аромат называется Van Ecstasy X, я уже о нем рассказывала в подробностях в своем предыдущем каком-то видео, не так давно снимала на некоторые эти ароматы обзоры. В общем я долго думала, какой же мне выбрать аромат Van Pyram, о котором я сегодня поговорю, или Van Ecstasy. В итоге я решила купить Van Ecstasy, этот аромат я приобрела сама. Тот же самый флакон, вот видите, да, тоже 50 мл, вот так вот выглядит стикер. Кстати, я даже не знаю, вот вы знаете, стикер по-моему не бумажный, а как будто бы даже металлический, мне трудно сказать. Вот такой вот флакон, тяжелая крышка, очень мне нравится флакон, очень по-другому выглядит, красиво, приятно. В общем, вы знаете, аромат про ваниль, я пытаюсь все это быстро-быстро, потому что реально очень много ароматов. Аромат про ваниль, я его сравнивала с Van Pyram, сравню их потом опять. В общем, здесь ваниль на ваниле, просто куча ванили, вот какой только можно было собрать, всю ваниль собрали. Здесь также есть уд, здесь есть карамель и здесь есть белые цветы. Вы знаете, вот что реально я слышу в этом аромате, это ваниль такая сахарная, вот пудра, вот я уже говорила в своем предыдущем видео, вот когда берешь сахар белый, да, и вот сыпешь его вот так вот, и вот прям чувствуешь вот эту вот сухость сладкую от сахара, вот я здесь слышу такую ваниль, вот ванильный белый сахар, немного пудровый и очень-очень много карамели, прям такой тягучей карамели сладкой, очень сладкий аромат. Аромат говорила про ваниль, да, то есть он ванильный, много карамели, белой цветочности я здесь вообще не слышу, и здесь также есть уд. Уд для меня медицинский, как я уже говорила, я его слышу не как деревяшки какие-то, а вот именно что-то медицинское немного, но это не портит абсолютно аромат, это ему придает изюминку как раз-таки, этот уд не дает вот этой ваниле скатиться, знаете, вот во что-то такое простое, легкое, дешевое, детское, вот много таких спреев, да, для тела, которые пахнут абсолютно дешево, здесь вот этого нет. Вот я всегда говорила, что для меня лучшая ваниль, вот которую я нашла в парфюмерии, это именно Sweet Vanilla от Montal, и я также люблю этот аромат, но я включаю вот эти два аромата, Van Ecstasy и Van Pie Rum, подключаю к этой ваниле, это самая лучшая ваниль, которую я слышала в парфюмерии, она не звучит дешево, не звучит легко, опять же говорю, не звучит по-детски, да, вот если вы любите ваниль, я считаю, что это самое то. Давайте тогда поговорим сейчас о Van Pie Rum, раз уж на то пошло дело, сравним сейчас эти два аромата, также у меня есть пробники, вот в такой коробке, насколько я знаю, вы, по-моему, можете купить этот сет, Discovery Set называется, на его сайте официальном, очень мне нравится упаковка, очень красиво, и вот так вот идут ароматы здесь, 3, 6, 9, 10, 12 ароматов здесь идут, вот, а также у меня еще есть 4 пробника здесь, в общем, давайте поговорим о Van Pie Rum, этого парфюма у меня пока нет, но я знаю, что он у меня будет, я очень долго выбирала, не знала, что мне выбрать, в итоге решила взять Van Ecstasy, и потом поняла, что Van Pie Rum мне точно нужен будет, потому что ваниль все-таки другая, они очень похожи в базе, но на старте и вот в середине аромат совсем другой, вы знаете, Van Pie Rum это горький ром, карамель, опять вот это вот сахарная ваниль, да, медицинский уд и подвальные пачули, вот я здесь пачули слышу такие землянистые, с плесенью, как будто бы это подвальчики, погребы с плесенью, вот очень необычно звучит, вот на старте горечь от рома, прям вот не спиртовость, не алкогольность, да, вот именно такой горький ром, вот не знаю, как еще объяснить, вот вкус горького рома, да, а потом вылазит вот эта вот такая сухая пудровая сахарная ваниль с этим удом медицинским, и тут же вылазит пачули. Вот вы знаете, всем, кому давало послушать этот аромат, все говорят, вот сначала были люди, которые сказали, типа сначала фи, типа не понравилось, потом вылезла база и говорят, знаешь, мол, вроде показалось сначала, что не нравится или как-то странно, а потом говорят, вот хочется все время вдыхать, ну, как бы необычно звучит, непростой аромат, да, вот это здесь, вот хотите ваниль, не мимишную, для меня это несъедобный парфюм, хотя многие говорят, что пахнет гурманский, вкусно, съедобно, я здесь этого не слышу, для меня это более такая взрослая ваниль, да, абсолютно не детская, вот именно из-за этого рома и из-за пачули. И, опять же говорю, вот любителям ванили обязательно потестировать. Я бы не советовала бы ароматы покупать слепую, но, опять же, это я. Ну, вот венпайрам я считаю, что надо сначала протестировать, не покупать слепую. Вот венэкстази можно было бы купить слепую, потому что аромат очень такой сладкий, там вообще ничего не отталкивает, но из-за того, что в венпайрам есть вот эти ноты, пачули, уда, вот этой горечи от рома, я не советую, в общем, брать слепую, но аромат класс. Вот в чем они отличаются, да, в базе они пахнут почти одинаково, но остается вот этот вот пачули, такой землянистый, вот с этой плесенью, вот то, что мне это именно нравится. И вот это слышно, это остается в базе, и ваниль становится очень такая сахарная, пудровая. А вот в венэкстази там все-таки больше карамели, вот эта карамель все равно слышно. Вот я слышу эти ароматы как-то так, знаете. Давайте уже поговорим про остальную ваниль, которая здесь, следующий аромат называется Evil Angel. Я тоже его хотела протестировать, вообще не помню, что здесь в нотах. Я, кстати, многие ароматы уже носила на коже, наносила их на бумагу. Мне поначалу показалось, что этот парфюм в стиле ваниль Абсолю, по-моему, так называется, у Монталь. Вот мне та ваниль лично не нравилась, потому что там есть вот что-то такое, как будто бы лаком пахнет или ацетоном. В общем, такая какая-то синтетическая ваниль, не похожа ни на Van Ecstasy, ни на Van Pyram. Вот на бумаге пахнет по-другому и на коже абсолютно по-другому пахнет. Вот здесь вот как будто бы немного такие фруктово-специевые ноты какие-то и сладкая ваниль. Давайте-ка я его нанесу на руку, потому что мне трудно сейчас сказать. Пахнет фруктовой ванилью вот с какими-то специями, знаете. Очень-очень много фруктов. Аромат больше фруктовый, я бы сказала, чем вот просто такой ванильный, знаете, типа вот как Van Ecstasy. Очень много фруктов, даже немного как что-то зеленое есть. Кстати, все ароматы идут в экстракте. Насколько я помню, Лорензе говорил, что концентрация масел 40%. То есть вы когда наносите, вот посмотрите на мою руку, видите, как она блестит. Я надеюсь, что видно на камере. В общем, ароматы даже полностью не высыхают. Они очень маслянистые и очень всестойкие и шлейфовые. Вот просто реально один пшик, два, и вас будет слышать просто на километры. В общем, Evil Angel это такая фруктовая ваниль. Больше слышу фруктов в стиле Herbopora и Kirky. Вот такие фрукты, но очень много ванили. И более приятные, чем Kirky, чем Herbopora. В общем, необычная такая ваниль, знаете, фруктовая ваниль. Вот скажу как-то так. Есть немного тоже какая-то спецовость на старте. Классный аромат, сладкий. Я бы сказала бы, что аромат тоже Unisex. Да, вот есть здесь какая-то нота, которая делает его Unisex. То есть это не женская такая ваниль, да? Следующий аромат называется Sex Sea. Это такая соленая ваниль. Насколько я помню, вообще ноты я не помню. Очень-очень соленая ваниль. Морской такой аромат, морские камушки. Возможно, даже спа. Опять аромат Unisex. Я бы даже сказала бы, что красивее было бы на мужчине это. Потому что есть такая немного как одеколонистая нотка. Тоже очень сильный, очень стойкий аромат. Ну вот говорю, это вот прям соль, море. Ну аромат так и называется, да? Си, про море. Вот морская такая ваниль. Соленая, с камушками, с ракушками. Красивый аромат. Не похож на Blue Circus от Armani Preve. Абсолютно другой. Очень клево звучит. Очень мягко, соленая. Если вы ищете такую соленую морскую ваниль, это будет здесь. Следующий аромат называется Dream Sea. Тоже это про море. Опять морские ноты. И насколько я помню, это тоже ванильный такой. Соленая ваниль опять. Но вот здесь больше сладости. Вот если в Sexy он более соленый, то здесь больше ванили, больше сладости. Но тоже вот такие морские соленые нотки, да? Вот у него линейка, по-моему, вот этих вот ароматов, которые называются Sea. Вот это все морское. Такое соленое, соленая ваниль. Вот опять, по-моему, идет аромат, который называется Black Sea. Черное море. Давайте с вами посмотрим, как он пахнет, потому что я не помню. Я вот где-то оставляла листок свой, потому что я записывала, как они пахнут, как они раскрываются. И, конечно же, я его не принесла, как обычно. Так, Black Sea. Вот Black Sea, я бы сказала, больше в мужскую сторону. Ну, конечно же, это также юнисекс, да? Женщины его также могут носить. Но вот здесь есть какие-то ноты, которые вот будут раскрываться лучше на мужчине. Но это лично мое мнение. Опять соленая ваниль. Но здесь она вот как-то по-другому сделана. Более сладкая. Что-то здесь есть такое. Возможно, даже пачули. В общем, аромат более глубокий. Даже как будто бы специя вас есть какая-то. В общем, для меня этот аромат больше все-таки в мужскую сторону. На бумаге они раскрываются абсолютно по-другому. На коже это совсем другое дело. Следующий аромат очень знаменитый. Называется Carbonara. Это та знаменитая паста, которую все любили у Lorenzo в ресторане. И насколько я помню, насколько я знаю, это первый аромат в его коллекции. Когда он решил создавать парфюмы. Он выпустил именно Carbonara. Это такой, знаете, спецово-зеленый ванильный парфюм. Вот на старте, вот, кстати, очень много зелени, листочки. Такие прям зеленые стебельки. И вот какая-то спецовость, как будто бы кардамон или вот что-то такое. И потом в базе это все садится в такое какое-то ванильно-карамельное мороженое, что ли. В общем, аромат такой полугурманский, знаете. Вот он, в принципе, вкусный, сладкий. Но это не мишная гурманика, да. Опять же, не детский парфюм. Спецовость, зелень. Несмотря на то, что он, в принципе, такой плотный. Вот из-за сладости, да. Вот из-за какой-то карамельности. Вот аромат сам по себе такой плотный. Это не фреш. Но из-за того, что здесь есть вот эта вот спецовость и зеленые ноты. Есть в нем вот какой-то воздух. Есть какая-то свежесть в нем. Я даже не знаю, как это объяснить. Тоже очень стойкий, очень шлейфовый. Классный аромат. И если вы ищете что-то такое опять особенное, я советую карбонару. Также это юнисекс. Красиво звучит и на мужчине, и на женщине. И давайте с вами посмотрим следующий аромат. Следующий аромат, который мне тоже очень нравится, называется Adam and Eve's Dress. Аромат очень зеленый. Просто очень. Вы знаете, во-первых, он у меня просто течет. Я его просто не раз носила. И все равно, посмотрите, сколько у меня еще. Вау, оказывается, полный пробник. Я давала этот аромат, ну, как бы тестировать, поносить. Потому что здесь буквально нужен один пшик. Я вот не шучу. Аромат вот просто открываешь вот так вот. Просто прет такой из флакона, очень насыщенный, яркий. Это аромат про зелень. Вот просто зелень-зелень. Вот представьте, что вы пришли, я не знаю, в какой-то парк или в лес, где вот прям кусты. Да, вы заходите, вот так кусты-кусты, зелень. Прям вот зеленые листочки, зеленые стебельки. И вы вот так подходите к этому кусту. Начинаете отрывать эти лепесточки. Возможно, там растет смородина. Вот для меня также пахнут листы смородины. И вот вы разламываете вот эти вот стебельки. И с них течет такой зеленый сок. Да, и пахнет зеленью. Вот здесь пахнет именно так. Очень ярко, очень такой зеленый, очень особенный. Вот кому давало послушать, все говорят, вау, очень реалистичный запах зелени, листков, стебельков. Вот как-то так. А потом это уходит, и в базе он становится какой-то более сладко-конфетно-цитрусовый. Вот я не помню, если здесь заявлены цитрусы, но вот что-то есть такое, то, что вылазит, знаете. Но именно конфетное, не кислое, а вот именно сладко-конфетное, ванильное, приятное. И вот аромат может показаться больше в мужскую сторону, да, на старте. Но вот когда он начинает садиться и вылазит вот эта база, более такая ванильная, мягкая, вот он начинает становиться таким идеальным юнисексом. И это класс, это класс. Я бы такое подарила бы мужчине, который любит такие фреш, зеленые ароматы. Я бы подарила бы это также бы женщине, зная, что она любит такие парфюмы. Вау! Стоит своей цены очень шлейфовый. Вот просто делаешь один пшик, заполняется все. От человека пахнет. Я не знаю, вот все ароматы, которые я тестировала, все очень насыщенные, очень стойкие и очень шлейфовые. Я тоже стирала одежду, наносила Vampire Rum на катоновый свитер, постирала его. До сих пор пахнет. Слышно вот эту базу, почули. Мне очень нравится этот бренд. И я знаю, что я не буду останавливаться на нескольких ароматах, потому что ароматы действительно классные. Следующий аромат называется Passion Rose. Аромат про розу. Вы знаете, слышно здесь зелень. Это вот прям роза с листочками, с стебельками, с шипами. Какая роза, точно сказать не могу. Я бы не сказала, что так пахнет именно красная такая бархатная роза. Но это и не розовая, милая роза. Знаете, такая нежная. В общем, есть здесь кислинка от зелени, от стебельков. Много зелени. Есть вот эта роза. Роза тоже немного кислит. Вот очень пахнет особенно, необычно. Классный аромат. Если вы ищете розу, потестируйте вот этот Passion Rose. Ни на что не похож. Я не слышала ничего такого подобного. Блин, у меня еще здесь много ароматов. Давайте следующий парфюм. Называется он Pax. Насколько я знаю, это новый аромат у бренда. И многие им интересуются. Меня также спрашивали в инстаграме, чем он пахнет. И похож ли он на, как это называется, Gar of Fire от Стефану Барлука. Но там, понимаете, Gar of Fire, там аромат именно про манго. То есть там манго, древесина, вот уд. Здесь это абсолютно не похоже. Здесь, во-первых, нет манго. Здесь, насколько я помню, заявлено груша. Здесь, по-моему, также есть кожа. Здесь есть ладан. Здесь фруктовые ноты. Аромат в стиле Herbopura и Kirky. Только вот здесь есть, по-моему, кожа. Вот если я не ошибаюсь, именно в Pax. Здесь есть еще один аромат, который тоже очень похож. Но вот, по-моему, в Pax есть кожа. Вот представьте, что вы взяли Herbopura или Kirky. Добавили туда мягкую нежную кожу. Не такую не ядреную. Да, вот там, не знаю, не какие-то ботинки черные или коричневые. Да, это не кислая кожа. Это вот такая мягкая нежная кожа, которую еле-еле слышно в базе. Но на старте это вот прям кирки, фрукты, мультифруктовости. Вот этот же мускус. Но более тихий. Все более тихо, более мягко, более сбалансировано. Вы знаете, вот здесь два аромата. Один аромат для меня пахнет как Herbopura, а другой пахнет как Kirky. И я вот сейчас уже не помню, какой из них пахнет как. Я видела, что на фрагрантике оба сравнивают больше с Herbopura, чем с Kirky. Но, по-моему, я слышала в Pax больше груши. И это то, что я слышу в Kirky. Мне показалось, что Pax больше похож на Kirky. А другой аромат, который называется, сейчас я вам скажу Extreme Passion. Вот мне казалось, что он похож больше на Herbopura. Давайте сейчас с вами посмотрим. Ароматы, понимаете, да? Если вы знакомы с Herbopura, представляете, что это такое, да? Стойкие, шлейфовые, буквально один пшип. Вы знаете, очень много фруктов на старте. Это вот просто корзинка с фруктами. Так, аромат Extreme Passion называется. Вот здесь я слышу больше груши. Причем груша такая... Вот для меня в Kirky груша это самая реалистичная груша, которая только может быть. Я слышу именно такую сочную, сладкую грушу, немного с кислинкой. Это не сиропная груша, да? Вот я здесь слышу эту же грушу в этом аромате. Поэтому я бы сказала бы, что этот аромат больше похож на Kirky. То есть из-за того, что там кожа в Pax, аромат более юнисекс, да? То есть они попытались его сделать более юнисекс в мужскую сторону. А вот этот вот, он более типа фруктовый, сладкий, женский. Как бы более в женскую сторону. То есть аромат в стиле Kirky. Если вам нравится такое, пожалуйста, вот. Только вот намного тише, вот по моему мнению, намного тише, намного вкуснее. Ноты больше как-то слышно. Потому что в Kirky, вот я сколько раз наносила, очень часто непонятно, чем пахнет. Через какое-то время думаешь, о, типа раз вылезла груша, да? И пахнет грушей. Вот здесь именно слышно разные фрукты, понимаете? Что-то цитрусовое. А вот в Kirky этого нет. В общем, аромат более мягкий, более легкий, более приятный. В общем, между Kirky и Extreme Passion я бы выбрала вот этот вот аромат. Флакон мне также больше нравится. Я не любительница, к сожалению, флаконов Tiziana Terenzi. Следующий аромат называется Esco Patso. Я надеюсь, я произношу это правильно. Я даже его не буду наносить, потому что я помню, что это аромат очень сильный, очень такой насыщенный, очень шлейфовый. Я когда первый раз его нанесла, даже не нанесла, вот так открыла, потому что аромат слышно буквально из пробника, я сказала, вау, это Силейда Джера от Стефанум Баалука. Пахнет вот эта же вот кожа. Это же ромашка, но ромашки здесь нет, насколько я помню, в нотах. Здесь заявлено что-то другое. В общем, аромат очень-очень сильно похож на Силейда Джера, не Mango Kiss, а вот оригинальная Силейда Джера, да? Есть такая же вот какая-то землянистость. Но я бы сказала бы, что этот аромат больше в мужскую сторону. Если Силейда Джера, он более такой юнисекс, там вылазит такая мягкая ваниль пудровая, то здесь это немного более как-то насыщенно, более по-мужски как-то сделано. Аромат в том же стиле, насыщенный, да? Стойкость у него прекрасная и шлейф тоже. Вот для меня это как клон, можно так сказать, Силейда Джера. И это в принципе все. Следующий аромат. Давайте я про него поговорю, потому что я ничего не могла про него найти. Я не знаю, то ли этот аромат был не выпущен, как бы это был как эксперимент или что, я не знаю. В общем аромат называется Arctic Sea, опять про море, да? Опять морские ноты. Этот парфюм для меня мужской. Пахнет солено, одеколонисто, свежо. Вот морская вода, зелень. И вот есть такая одеколонистость какая-то. Ну вот что-то такое, aftershave. Вот как-то так. Не могла найти ни ноты, ни флакон, ничего. Я не знаю. В общем они мне выслали этот пробник, снимаю на него обзор. Но аромат я думаю, что найти невозможно. Я в общем ничего не могла найти. Ни на их сайтах итальянских, ни в интернете, нигде. Так, у меня осталось здесь два аромата. Следующий аромат это по идее Гурманика. На фрагрантике его еще нет, он только вышел. Называется он Choco Raptor, по-моему. Так, сами уже поняли, да? Choco, то есть заявлен шоколад в нотах. Еще что-то, ваниль, кожа. Очень много нот на самом деле. Я даже как-то думала его купить слепую. И хорошо, что я это не сделала. Это не та гурманика, про которую вы думаете. Это несъедобная гурманика. Это не шоколадное мороженое. Ну, то есть, вы знаете, аромат, вот шоколад буквально пару секунд на старте. Аромат, во-первых, очень такой насыщенный, плотный, тяжелый, нуарный. И очень сильно, просто очень сильно сразу на старте вылазит кожа. Причем кожа, знаете, такая, вот я не могу ее носить, она меня душит. Очень сильная кожа, мужская, по мне так это мужской аромат. Вот просто улетают все вот эти вот сладкие, мягкие, мимишные ноты, и тут же вылазит вот эта кожа. Кожу вижу такую, знаете, коричневую, возможно, это ботинки такие какие-то коричневые, мужские, которые намазаны еще таким типа гуталином каким-то. Вот есть здесь что-то такое, очень насыщенный, очень шлейфовый и очень долго сидит на коже. Это аромат просто бомба, я не знаю, как еще его назвать. Но, девочки, я считаю, что это мужской парфюм. Конечно же, если вам нравится такая кожа, go ahead, покупайте. Но для меня это просто жесткач. Я бы не сказала бы, что аромат в стиле Tom Ford Tuscan Leather, но вот, наверное, немного в это направление. Что-то похоже на эту кожу, но мне кажется, что даже Tom Ford отдыхает, потому что здесь это прям, знаете, вот как-то так. То есть это не мимишная гурманика, как я лично думала. Аромат, вот, кстати, насколько я знаю, лимитка, он продается буквально то ли на одном, то ли на двух сайтах итальянских. И, насколько я знаю, Лорензо выпустил этот аромат со своим другом или что-то такое. В общем, на официальном сайте, по-моему, у них его нет. И можно его заказать на другом итальянском сайте. Я потом, конечно же, напишу внизу все сайты, где я лично покупала, где продаются эти ароматы, проверенные сайты мной. Вы многие у меня спрашиваете, Наташа, где можно их заказать, купить. Я все напишу в инфобоксе. Давайте, у меня здесь остался, по-моему, последний аромат. Называется он Bloody Smoke. Для меня этот парфюм тоже мужской. Я не помню, здесь ноты, здесь что-то минеральное заявлено. По-моему, здесь есть лабданум. Что-то вот такое, металлические ноты. Не могу описать аромат. Очень сложно, очень трудно. Есть как будто бы немного специфика какая-то на старте. А потом вот просто пахнет, я не знаю, но сказать, что пахнет минерально, солено, вот как в ганимет, нет, вот этого нет. Я просто не могу описать аромат. Есть вот немного специфика, немного как будто бы что-то зеленое. В мужскую, опять же, сторону говорю. Вот все. Не знаю, что еще больше сказать про него. Звучит очень неплохо. Я тестировала его на мужской коже. Звучит очень даже хорошо. Мне этот парфюм нравится. Вот для мужчины я считаю, что это будет очень классно. Аромат также стойкий и шлейфовый. И это был Блари Смоук. Друзья, спасибо огромное, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. Я старалась очень быстро пробежаться по ним, потому что реально их здесь очень много. Я также сейчас буду снимать обзор на эти ароматы на свой англоязычный канал. Напишите мне в комментариях, если вы знакомы с этим брендом или у вас есть какой-то парфюм от этого дома. И я увижусь с вами в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok